Мы уже начали говорить о теории Дарвина, то мы помним, что теория Дарвина строилась на трех китах – наследственность, изменчивость и отбор. Правда, под изменчивостью и наследственностью Дарвин понимал не то, что современные биологи немножко понимают. Дарвин верил в изменчивость и наследственность по Лаэлю. То есть, ну, мы видим, что в каждом, допустим, по толсты, допустим, ощенилась собака, и все щенки, хоть и похожи на родителей, но друг от друга отличаются. Но Лаэль верил немножко в другое, и Дарвин тоже верил в этом, что те признаки, которые приобретает существо в течение жизни, тоже передаются по наследству. Ну, если бы это было так, то, наверное, уже во втором поколении евреям не надо было бы делать обрезание, потому что они получали бы это по наследству, у боксеров бы уже рождались бы дети с огромными бицепсами и плоскими лицами. вот, там дети Сергея Бубки выпрыгивали бы из кровати на два метра вверх, вот. Вот. Но именно в это верил Лаэль, и верил он для того, чтобы показать, как же сам по себе образовался, допустим, жираф. Вы помните эту историю, наверное, из школьного учебника, что не было, опять же, почему-то травы не осталось, а на деревьях листья остались. Тоже интересная ситуация. Почему они деревья с первыми засохли, хотя их корни гораздо глубже, чем корни у травы. Вот. Но, значит, вот они тянулись, вы, значит, растяжение шеи получали. Вот. И у них рождались дети уже с растяжением. И в итоге, если дальше следовать этой ситуации, вот были вот эти проперщики, да, приношки, в итоге они должны были быть вот такие. Вот. То есть, представьте, в каком существе держать баланс с короткими ногами и длинной шеей. Вот. Но, наверное, если пришла об устойчивости, то когда и роженция, скорее всего, должна была идти по вот такому. Должны были расти ноги. Вот. Шея оставаться такой же. Вот. Но почему-то, значит, жираф вырос таким, что у него ноги и шея примерно одинаковые. Но есть одно но. С тем же жирафом. Доводилось вот такое. Вот пришли после занятий домой, устали. И решили, наверное, я не буду готовиться к экзамену, сразу немножко вздремну. Ложитесь, вздремнуете, тут звонит звонок в дверь или в телефон, вы подскакиваете. И что вы при этом чувствуете? Шатание. Такое легкое, значит, шатание, головокружение. Почему? Потому что, когда вы лежали, у вас сердце и голова были на одном уровне. То есть, насколько? На 40 сантиметров кровяного столба у вас резко падает давление на мозг. Давление крови в мозгу. Когда у вас сердце и мозг были на одном уровне, уровень был один, как только вы резко голову поднимаете, не успевает сердце докачать кровь до мозга и, в общем-то, у кого проблемы с низким давлением, могут даже потерять сознание при этом. Ну, потом они падают, опять баланс восстанавливается. Хорошо. Ну, а теперь представьте, что жираф пил воду спокойно из ручья. И тут он слышал какой-то шорох и поднимает голову. И здесь уже не 40 сантиметров, а 3-4 метра кровяного столба. Что с жирафом происходит? Глубокий обморок. Ну, хорошо. Жираф крепкий попался, обморка не прошло. Он осмотрелся. Все нормально. И он опять наклоняет голову. И теперь давление крови на 3 метра кровяного столба. Это инсульт. Дело в том, что жираф – это тоже система со сложностью не поддающейся снижения. У жирафа на подходах к мозгу есть клапаны, которые регулируют кровь, давление крови в мозгу. И где бы ни находилась голова жирафа, у него, в отличие от нас, давление на мозг всегда одинаковое. Это от того, что он тянулся за ветками, такого возникнуть не может. Но хорошо, мы забываем. Изменчивость, как выясняется, новые признаки появляются только если они были генетически заранее заложены. Те признаки, которые унаследованы, не передаются потомствам. Это тоже, в общем-то, было доказано еще даже во времена Дарвина. Но, кстати, долгое время не публиковали эти данные, потому что теорию Дарвина опровергали. Но все-таки, если естественный отбор существует, тут спору нет. То есть понятно, что в одних условиях… Что такое выживание наиболее приспособлено? Это вымирание всех остальных. То есть кто не может жить в этих условиях, тот вымирает. И в результате этого от одной и той же дикой лошади в разных условиях происходят и зебры, и кони, и осны. Смотрите, у лошади, у дикой, был настолько богатый генофонд, что путем отбора, путем отбрасывания того, что, значит, удаляло давление окружающей среды, из нее могли бы образоваться все эти виды. Теперь из зебры может осел образоваться? Не может. Из осла может лошадь образоваться или зебра? Не может. Почему? Потому что их генофонд обеднен. Он у них гораздо беднее, чем у изначальной лошади. То есть само слово отбор-то. Отбор-то не когда тебе что-то дали, а когда что-то отобрали. И когда я говорю, что отбираю у тебя деньги и я занимаюсь естественным отбором, а у тебя от этого должен склониться богач, противоритие заложено уже в саму эту идею. Изначальная информация утрачивается, но в информации не появляется. То же самое относится и к искусственному отбору. Если у нас есть дикая собака и мы из ее потомства отбираем самых коротконогих, короткошерстых, мы можем получить таксу. Если мы отбираем самых там лохматых, значит, больших, мы можем получить синбернара. Но из таксы уже синбернара мы получить не можем, синбернара такса получить не можем. С точки зрения природы, наши породы собак это уроды. У кинологов определение породы, это когда уже никаких других признаков, кроме вот таких, которые описаны стандартным породой, уже не появляются. Потому-то породистые собаки гораздо больше болеют, чем дворняжки, у которых, значит, гораздо больше генофонд, и он свойств не только к экстерьеру, к внешним свойствам, но и к иммунной системе, и к стойкости другим всяким признакам. То есть, понимаете, отбор есть отбор. Чего нету, того уже и не отобрать. Самим понятием отбора мы объясняем, что изначально информация утрачивается, новой информации не появляется. Таким образом, вот эти вот три теории Дарьевна. Изменчивость, наследственность, отбор. Дарьев считал, что изменчивость ведет к появлению новых свойств. Оказывается, что она связана с перераспределением той генетической информации, которая у нас есть изначально. Наследственность. Дарьевн считал, что она передает свойства новые, которые в течение жизни получены. Наука показывает, что приобретаемые свойства не наследуют. Дарьевн считал, что отбор закрепляет полезные свойства, а отбор, оказывается, наоборот, обеспечивает стабильность. И всякое уродство, которое появляется, именно этот самый естественный отбор, и отбрасывает, отбирает. То есть, естественный отбор способствует стабильности пород, а не появлению новых. Для того, чтобы нам понять, увидеть эту подмену понятий, которые постоянно сталкиваемся мы, когда имеем дело с дарвинизмом, мы должны четко различать два разных понятия. Мы не можем говорить о некой абстрактной эволюции, потому что есть два совершенно разных процесса. Первый из них это микроэволюция, изменение внутри вида, связанное с перераспределением или потерей генетической информации. То есть была дикая лошадь, она в конечном итоге превращается либо в коня, либо в зебру, либо в осла. То есть мы, как изменение во времени, мы называем это эволюцией, но это деградация, это не прогресс. Та генетическая информация, которая была, теряется. А макроэволюция, это то, что нам как раз всегда рассказывают, то, что вот те сказки, которые, что Иван, если нам скажут, что Иван Царевич поцеловал лягушку, она превращается в принцессу сразу, мы все поймем, что это сказка. Если мы скажем, что за миллионы лет лягушка превращается в принцессу, то есть мы скажем, эволюция, вот, потому что никто этого наблюдал, а наблюдать никто не сможет. Кто из нас живет миллионы лет. Так вот, очень интересно, что всякий раз, когда нам пытаются вот эту вот идею происхождения человека за мёбы, в конце концов, за обезьяны, всущить, нам говорят об эволюции с точки зрения развития этой мёбы на человека, о макроэволюции. Все же те примеры, все те доказательства, которые вы найдете в учебниках, в книгах, они все относятся к микроэволюции, которая на самом деле... То есть проблема-то, вот эта подмена осуществляется на том, что макроэволюция это религиозное убеждение, основанное на вере в прогресс. А те примеры, которые нам дают из микроэволюции, на самом деле говорят не о прогрессе, а о деградации, в соответствии с тем же вторым началом термодинамики, в соответствии с тем же проклятием, которое на мир наложено ворцом. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чём молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Ну хорошо, не может превратиться путём последовательных мелких изменений одно существо в другое. Ну а может быть не последовательных, может быть не мелких, представляете, хорошо, давайте упростим задачу для эволюционистов. В течение всего двух поколений рептилия превращается в птицу. Мы видим, что за миллионы мелких изменений это произойти не может. Хорошо? Всего в два поколения происходит это грандиозное изменение. Тогда уже в первом поколении наше существо уже не будет рептилией, но ещё не будет птицы. У него уже ни передние, ни лапы, но ещё не крылья. Оно сможет бегать. А летать оно сможет. Что с ним будет? Либо умрёт от голода, либо его съедят другие. То есть тот же самый естественный отбор, на который молятся дарвинисты, ну вот это их троица, естественность, наследственность изменится отбор. И вот этот же самый естественный отбор и уничтожит это существо. По отношению к мутациям отбор это стабилизирующий фактор. И более того, новейшие исследования показали, что отбор существует даже на молекулярном уровне. Если мои клетки, моего организма начинают вырабатывать какие-то не те вещества, то существуют ингибиторы, определённые белки, которые тут же тормозят выработку этих новых вещей, чтобы никаких у меня нарушений в организме не происходило. Если нет доказательств пользы теории эволюции, а мы в неё верим, то значит наша задача эти доказательства что? Найти. А если не дается найти, то как минимум придумать. Как минимум их придумать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok